Привет! Все еще не знаешь, что подарить друзьям к Новому году? У меня для тебя отличная новость! Я совместно с создателями игры Викинги провожу для вас конкурс. Главный приз, два айфона XS и супер приз. Нет-нет, это не макбук, это кое-что поинтереснее и побольше. Этот приз может выиграть каждый из вас. Спустя уже некоторое время я могу сказать, что викинги смогли воссоздать ламповость моих любимых стратегий из 90-х и 2000-х. В викингах есть все то, что привлекало меня в героях и в Варкрафте, плюс современная графика. А большое количество игроков не дадут тебе скучать. Ребята, поддержите меня и мой канал, качайте викингов по ссылке в описании. Как всегда, 200 голды и бесплатный щит ждет вас. Хотите выиграть айфон XS? Просто качайте викингов по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть супер приз, просто достигните самого высокого уровня среди других участников до конца месяца. Если выиграет участник, скачавший викингов по моей ссылке, я лично вручу ему этот приз. Розыгры 4 января. Не пропусти. Ребята, всем привет. В преддверии окончания 2018 года. Хочу вам рассказать, чем закончились те или иные видео на моем канале, которые были выпущены в течение года. Очень часто, когда вы меня встречаете, да и в комментариях постоянно спрашиваете, как закончилось то или иное видео. Поэтому давайте поэтапно выписал себе такие наиболее резонансные видео, которые были в 2018 году. Пройдемся по ним. Значит, по сертификату. Чем закончилось по сертификацию и что сейчас с автомобилем Акура, который пытается растаможиться уже вторую неделю. Точнее, стать на украинский учет. Этоп растаможки мы прошли, это мы посмотрели. Этап сертификации мы практически прошли. Вчера я получил письмо от этого института НДИ, в котором они мне выслали скан-копию сертификата, который они еще не отдают мне. И я так понимаю, не готовы отдать. Почему? Потому что после того, как министерство, мягко говоря, дало им указания, как следует работать, они придумали новую теперь историю. Теперь людям не надо платить 800 за прохождение экспертизы. Я еще раз напоминаю, это не касается по большей части европейских автомобилей, которые были произведены в Европе. Это касается автомобилей, которые были привезены с Европы, но были произведены в Америке, либо где-то еще. Значит, 800 платить не надо. Тогда институт смог определить по моим документам, которые я предоставил, а именно по литовскому регистрационному документу, что у меня автомобиль принадлежит к Евро-4, но они теперь выслали мне с этим сертификатом квитанцию на оплату 2200 гривен. Что это за услуга? Значит, рассказываем вкратце. Это услуга определения подлинности документов. То есть, я заплатил 1650 гривен за то, что мой автомобиль прошел тесты на светотехнику, то есть, где физически работали люди, проверяли, были использованы те или иные приборы для проверки автомобиля. Этому малоинституту они теперь просят заплатить еще, доплатить им еще 2200 гривен за то, чтобы этот сертификат мне выдали, в связи с тем, что они проверяли подлинность. Ну, не спешу я пока его забирать, все-таки хочу я протолкнуть и продавить возможность для людей, чтобы они могли получать сертификат за нормальные деньги, а именно за 1650 гривен. Значит, идем дальше. Значит, что касается Борисполя. По Борисполю хорошие новости. Помните, все господина Горкуна, который героически захватил опасного преступника в наручники, привез в райотдел и героически составил постановление на другого человека, на какого-то Александра, я уже не помню фамилию этого парня. После чего ему понадобилось еще сутки для того, чтобы выяснить, кто я такой, и все-таки составить постановление на меня. Напоминаю. Значит, было составлено постановление по статье 173, которое на следующий же день Борисполский суд присудил мне штраф в размере, по-моему, или 100, или 300 гривен, я уже не помню. Подали ему в апелляцию, выиграли буквально мы на этой неделе, на прошлой неделе мы выиграли апелляцию, которая не подлежит Аскаржине, поэтому господин Горкун пусть пристегивается в 2019-м, ждет его очень много интересных заседаний. Кстати, на который он не приходит. Сейчас же, что касается постановления по нарушению права дорожного движения, мы выиграли, отменили это в суде. Подал Бориспольское отделение полиции, либо Горкун, я не знаю, кто там заниматься этим вопросом в апелляцию. Тоже ждем их в апелляцию очень сильно, приходите, будем рады вас видеть. Желаю вам победы в апелляции, надеюсь, у вас получится доказать через суд все-таки, кто же нарушал права дорожного движения. Посмотрим. Значит, по Борисполю будет еще очень интересно, в 2019-м году ждем много интересных сюжетов. Что касается Чугуева. Чугуева очень часто спрашивают, опять вернулись в Чугуеве на круги своя, все патрульные стоят вдоль дорог, как путаны каждое утро и каждый вечер, останавливают без причины людей, постоянно присылают мне письма в Инстаграм, в Фейсбук, везде мне пишут по поводу того, что опять все вернулись. Что касается главного героя Чугуевского, это Илья Мозговой, кто помнит, которого словили с поличной на взятки. Набрался он уже храбрости, смелости, наглости, я не знаю, называйте это как хотите. Как я уже говорил в свои сторис, в Инстаграм рассказывал и в Ютуб, что он пытается восстановиться через суд, то есть у человека хватает наглости, он хочет через суд доказать, что он не коррупционер, он не взяточник, и восстановиться, потому что, видимо, в жизни больше он ничего не умеет, как махать жезлом, и хочет вернуться на свою любимую дорогу, на свой ручеек, который в Чугуеве, и косить дальше. Не даем ему такого счастья, ходим мы периодически на заседание, на которое он также не является. Ребята, тоже хочу попросить от вас участия, кто в городе Харькове. Суд проходит по Илью Мозговому в городе Харькове, это Маринская, 18, это Харьковский окружной административный суд. Следующее заседание назначено у Ильи на 17.01, уже в новом году, в 2019, в 14.30. Поэтому, кто может, подходите, пожалуйста, суд открыт, и можете поприсутствовать, послушать доводы Ильи, почему он хочет вернуться на службу, и почему он не считает себя виноватым в том сюжете, в котором вы видели. Значит, что по наркокопам? Очень спрашивают по наркокопам, как их судьба сложилась. То есть, помните, в Харькове два сотрудника полиции, которые на своей машине в свободное от работы время, как потом выяснилось, один был где-то якобы на курсах повышения квалификации, второй был вообще в отпуске, боролись с преступностью, боролись с наркомафией. Значит, судьба, не знаю, как их сложилось, если честно, в отношении их должны были провести несколько служебных расследований. Надеюсь, что уже чем-то это закончилось. Попрошу, чтобы послали несколько информационных запросов для того, чтобы выяснить, что на каком этапе там происходит. Пока же, из того, что мне известно, подписчики присылают мне скриншоты и фотографии того, что машину свою Шкоду, помните, зеленую, которая была на украинских левых номерах, а под ними были польские, они выставили на продажу. Можно найти ее в OLX или в Авторею, кто хочет поищите, позвоните ребятам, узнаете, как у них дела, я думаю, они расскажут с удовольствием. По Барабашова, все помнят историю с Дерганой и напарником ее, которые начали с меня, и весь год они продолжали издеваться над людьми, над иностранцами, выходили сюжеты, ходили мы в прокуратуру по вопросу их увольнения, ходили к руководству Харькова. Вообще не доходят абсолютно наши просьбы, нормальные просьбы, где мы просим, чтобы этих людей просто убрали с линии, потому что они неадекватные, абсолютно не опасные. Я думаю, что в 2019-м они еще о себе заявят, потому что буквально сегодня с утра я проснулся, мне уже скинуло куча людей новое видео с их участием, которое вы увидите в конце, я так понимаю, это было сегодня ночью в Харькове. Я думаю, что эти ребята не закончат хорошо свою карьеру, потому что разбирательство по моему вопросу все еще идет, мы еще пытаемся возобновить дело, которое несколько раз открывали, закрывали. Прокуратура упорно не хочет видеть в их действиях никакого состава преступления. Постараемся в 2019 году все же открыть прокуратурии и судьям, которые их покрывают глаза на то, что это за люди. Пока же хочу выразить огромную благодарность своему адвокату, который в Киеве, в Борисполе очень хорошо, по моему мнению, разобрался с Гаркуном и его командой. Еще предстоит им встретиться в 2019 году. Это Станислав Кулик, оставлю ссылочку внизу, кому интересно. Заходите, почитайте, уникальный человек, действительно очень профессионально помог подойти к вопросу. Я думаю, что с помощью него и его команды мы сможем бороться с подобными кадрами в полиции. Как в Харькове, так в Киеве, так по всей Украине. Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Сделаю еще обязательно поздравительное видео ближе-ближе к празднику. Пока же подписывайтесь на канал, смотрите новые видео, пишите комментарии. До встречи, всем пока. Можете фамилию назвать? Как фамилия, как фамилия? Как фамилия, правильно? Я не успею ознакомиться даже. Посмотрите, это с вами не было, она не заполнился. Я прочитать не успею. Можете просто назвать свою фамилию. Товарищ, в чем проблема? Она меня толкнула, она девушку только что толкнула. Я хочу узнать ее фамилию. У вас же есть фамилия, она вам представила? Она не представлялась. Я попросил, видел вот это вот чудо по Ютубу и как она себя вела. Я понимаю, что полицейский себя так вести не может априори. Поэтому я понимаю, что это чудо в двери. Это, кстати, не первый раз. В нетрезвом виде есть такие негодяи, которые не позволяют такое делать. У нас случилась конкретная ситуация с водителем. Продолжение следует...